Здравствуйте, с вами Алла Дворецкова, это передача о мелочах и жизни. Унылая пора, а чьи очарования? Модная осень — тема нашей сегодняшней передачи, в которой нам помогут Кристина Гришаева, стилист, и Надежда Валиулина, вице-чемпион Европы и чемпион России по макияжу. Первый вопрос у меня будет, Кристина, к вам. А что же у нас такого модного этой осенью в одежде? Интересный вопрос, самый главный такой обширный, и я, как обычно, подготовилась и составила список из десяти первоочередных таких трендов, которые мне больше всего, скорее всего, плески, и визуализировала их для вас примером из масс-марки. Первый тренд, о котором хочется поговорить — это кожа. Ну вот, Алла, вы приглашали меня когда весной рассказывать про тренды весны, я приносила уже кожаные изделия, это были брюки и рубашка. Осенью эти кожные изделия более нетривиальны, то есть мы можем видеть какие-то кожаные платья, мы можем видеть вот такое вот, например, в масс-маркете платье-комбинация, красивое с разрезом. Осенью, как мы его можем носить? Мы можем надевать на водолазку, на рубаху, на блузу, сверху добавлять какой-то джемпер, свитер, кардиган, то есть немножко утепляться. Супер комфортные, трикотажные, спортивные костюмы. Это джогеры, когда у нас резинка сверху снизу, кулиска. Вот эти джогеры мы можем носить в повседневной жизни с пиджаками, с чем угодно, в принципе, с каблуком. То есть сверху можем комбинировать практически любой. Да, можем носить вместе, можем разбивать, как я уже сказала, это худи, например, миксовать с какими-то юбками плиссе, с кроссовками, также с каблуком. То есть нет никаких правил, никаких ограничений, можно вообще экспериментировать, и это здорово. Следующий тренд это стеганные вещи, стеганные куртки, пальто, рубахи. Стежка может быть любой масштабности. Кстати говоря, этот тренд уже не первый год с нами. Ну так же, как и кожа. Это уже, наверное, два сезона мы точно носим. И пока не собираемся от этого отказываться. Мне даже, кстати, кажется, что это перейдет в базу. То есть будет, да, такая базовая вещь. Например, пальто, стеганное именно, оно выглядит намного интереснее и более стильно, чем обычное пальто. И можно классные луки составлять. Скоро это будет привычной классикой, да? Да, я думаю, что да. Потому что то, что народу заходит, так скажем, то остается и переходит в базу. Следующий тренд это тренчи, но тоже такой тренд, который вроде как и база, вроде как и сейчас на пике популярности, поэтому мы можем говорить, что это тренд. Но в современном мире тренчи, они настолько гиперболизированы, то есть они какие-то интересные по крою. У них может быть суперобъемный рукав, у них может быть какая-то супердлинная кокетка, либо сочетание нескольких оттенков в одном тренчи. То есть здесь одна половина светлее, другая темнее, допустим, да? Вот. Или какие-то двойные воротники. То есть вот чем интереснее ваш тренч, чем он объемнее и акцентнее, тем круче. Следующий. Рубаха лесорумба. Еще это называется папина рубашка. То есть вот она такая вот комфортная, прямая, непонятно то ли мужская, то ли женская. Здесь только, наверное, вот принт с оттенками розового говорит о том, что это женский предмет гардероба. Тоже абсолютно со всем мы миксуем. Может быть какая-то юбка, плесе, джинсы, все что угодно. Брюки, платье и обувь то же самое. Притальные жакеты. Но здесь не путать. Притальные жакеты мы носили 10 лет назад. Какие они были? Вот такие коротенькие, кутенькие, прям по фигуре, в облипочку. Вот сейчас притальные жакеты, они как с мужского плеча. То есть увеличенная слегка линия плеч. Он удлиненный, то есть идет ниже самого широкого места бедер. Но у него такой крой, что здесь защипы прострочены, а дальше они идут в свободном своем полете. Вот. То есть он совсем другой, не тот, что мы наблюдали 10 лет назад. Вот такой вот тоже гиперболизированный притальный жакет. Тоже хочется сказать здесь о том, что вот современная манера ношения, обязательный ее показатель, это то, что если, например, где-то у нас идет облегание, то в другом месте обязательно должен быть объем. Видели тоже наверняка очень много сейчас этого. Вот такие вот, кажется, как будто детские воротнички, такие, помните, как мы в детстве носили. Как из детства, да. Да. Они могут быть с кружевом, могут быть кругленькие, могут быть вот такие остренькие, как здесь. И можно даже сшить воротничок самой на завязочках и надевать его на все что угодно, например, там на лонгслив, на джемпер на какой-то. И будет выглядеть супер стильно. То есть абсолютно обычные базовые вещи мы дополняем вот таким воротничком, и все понимают, кто идет. Модница, да. Здесь блуза. Ну, понятно, что с чем миксовать ее, мне кажется, нет вопросов с чем угодно. Знаете, у Джилл Сандер вот на подиах было множество супер красивых трикотажных платьев. И здесь, скажем, о том, что они не такие, как были раньше. Раньше мы носили трикотажные платья полностью облегающие, и они, скорее всего, не доходили до колена. Вот. И каждую складочку было видно. И нижнее белье. Вот такие вот. Это, которые сочетались с ботфортами, с высокими, да, помните? Ну, такая была модная сексуальность, на такую агрессивную немножко, да. Вот. Сейчас цена, загадка. И современные трикотажные платья, они тоже самое должны быть, если где-то прилегающие, то где-то свободные. Обязательно длинные оно должно быть, трикотажные платья, ниже колена, а лучше вот где-то посередину икры. Вот. Однотонные, чтобы проще было комбинировать. На мне как раз сейчас вязаный жилет. Это тренд этого сезона. Ну, он такой уютный, комфортный. Вот осенним и зимним вечером, мне кажется, очень классным будет. Он может быть такой, как на мне, чуть укороченный, с закрытой горловиной. Надевать можно на рубаху, на футболку, на блузу. То есть, в зависимости от того, какое настроение мы хотим передать сегодня. А может быть он каким? Например, вот мы представляем себе кардиганы на пуговицах. Такие свободные, современные кардиганы. Тут 3-4 пуговицы, и вот он такой объемный. И убираем от него, от кардигана, рукава. И получается у нас жилет современный. А может быть еще жилет как пулловер с V-образным вырезом, тоже без рукавов, тоже чуть свободный, удлиненный. Прямые джинсы white leg, тоже супер тренд. White leg вообще переводится как широкая нога. То есть, здесь идет прилегание по бедрам, и от бедра идет прямой крой. Они такие широкие, свободные. Миксовать тоже, опять-таки, можно совсем чем угодно. Ничего не сужается. Ничего нигде не сужается, все только расширяется. Да, вот такие вот они. Тоже всегда говорю своим клиентам о том, чтобы обращали внимание на кокетку. Вот этот вот шов называется кокетка. И если он V-образный, то это классно формирует пятую точку. Если он прямой, то она будет уже выглядеть более плоской, не такой аппетитной. То есть, обращать на это внимание, девочки, это на самом деле работает валденно просто. Это челси обычные. Вот видите, где резинка? Челси на грубой массивной подошве. Вот такая. А если здесь будут шнурки? Нет, шнурков уже не должно быть. Шнурки — это уже армейские ботинки, здесь уже резинки не должно быть. Либо шнурки, либо резинка. Ну то есть, если не будет резинки, но здесь шнурки — это также модно? Это армейские ботинки, да, если будет грубая подошва, вот эта грубая подошва, она вообще в тренде на любом виде обуви, то есть это могут быть какие-то ботиночки на штуровке, типа Оксфордов, Брога, сумочку, взяла подушечку, тоже не первый год уже, вот это видимо карантин, то что людям хочется комфорта, поэтому появились спортивные трикотажные костюмы у нас на улице в повседневной жизни, поэтому кроссовки мы можем носить сейчас с чем угодно, и даже аксессуары стали вот такими мягкими, комфортными, на которых прям хочется полежать и отдохнуть, как подушечки, единственное, что новое, подушечки с нами уже тоже не первый сезон, в этом сезоне вот такая вот, видно, да, цепь, массивная цепь, да, вот она вот прямо сейчас самый пик, самый тренд, асимметричные серии сегодня на мне, асимметрия у нас также в моде, асимметрия, да, также в моде, у них общая это кольца, ну, здесь вот два кольца, здесь вот одно, здесь тоже кольца, я люблю сочетать металл, два металла в одном, это, кстати, облегчает жизнь в том плане, что, например, вы можете не заморачиваться и взять сумку с золотой цепью и, допустим, ремень с серебряной пряжкой. Спасибо. Надежда, расскажите нам про тенденции в макияже. Один из любимых трендов, который останется с нами, мне кажется, очень надолго, он ворвался в нашу жизнь, ну, максимум пять лет назад, это сияющая кожа, то есть он ворвался, и все девушки сразу заметят, что когда наносят хайлайтер, либо влажный хайлайтер, либо сияющий хайлайтер, они выглядят очень свежо, и сразу они выспались, и этот тренд не уйдет никогда, потому что мы хотим выглядеть всегда отдохнувшими. И сияющий хайлайтер, да. Этот тренд останется с нами надолго и никогда не уйдет, поэтому вы можете выбрать либо влажное сияние, либо более перламутровое сияние. К влажной коже хорошо будет сочетаться либо акцент на брови, либо акцент на губы. Оба, вот эти два направления, они модные, а акцент на губы у нас, если берем, то мы берем красный, либо темный. Красный выбираем, соответственно, по цветотипу, теплые оттенки красного подходят теплому цветотипу, соответственно, холодного цветотипу, более малиновые оттенки подходят. В красных тонах у нас есть еще не только четкие губы, но также мы используем зацелованные губы. На подиумах это тоже было активно использовано. Когда мы серединочку делаем более насыщенной, как правило, нанесение либо пальчиком, либо такие же оттенки, мы можем наносить с помощью кисточки. Когда мы наибольшее количество помады кладем в серединочку, и оставшимся продуктом мы чуть-чуть подтушевываем контур. Он остается... Как будто чуть-чуть размазан. Да, как будто размазан, да. Но за счет этого мы можем также немножко губки увеличить, если мы чуть-чуть подтушиваем повыше, вот, и серединочку похлопаем пальчиком. Вот. Сразу скажу о том, что губы сейчас модные, влажные, то есть матовые губы мы носим меньше, реже, влажные губы больше в тренде. Но это и комфортно, на самом деле, как мы и говорили, все идет к комфорту, пижамки, мягкие сумочки. Только позвольте отметить единственный минус влажных губ, например, когда ветреные, длинные волосы, которые попадают тебе на губы, если это активный цвет, то это может размазаться и будет очень некрасиво. Это значит, что четкие губы уже не в моде, если где-то что-то размазалось, можно активно размазать, и все будет отлично. Все идет к упрощению, то же самое происходит с глазами, то есть сейчас какие-то аккуратные, например, смойки уже не в моде, то есть входит, врывается стиль гранж в нашу жизнь, и, соответственно, если вы где-то чуть-чуть не дотушевали смойки или сделали это неаккуратно, он будет более модный, чем тот, который вы... Дорога начинающий мизажистом. Чем тот, который вы два часа делали тушевку. То есть если такой макияж а-ля вчера, все это возможно. Но опять, насколько это применимо к жизни? Надежда, ну так это ведь многим девушкам сейчас облегчит жизнь. Те, кто не может нормально растушевать тени, так они могут спокойно выходить в тренде на улицу? Абсолютно точно, но, как и говорили о применимости к жизни трендов, все-таки я за чуть более аккуратную, может быть, не настолько идеальную, как визажиста тушевку, но все-таки на такие макияжи второго дня, они классно будут смотреться на вечеринке с какими-то классными аксессуарами модными, где видно, что ты это делала нарочито специально, нежели на работу в офис, либо какой-то банк, где немножко будет это выглядеть, как будто ты просто вчера не смыла макияж. Что касательно бровей, тут можно выделить два тренда. Первый, его знают все, пушистая бровь. Я вижу, что девочки наши все модные. Я уже переживаю. У них у всех бровь пушистая, вычесанная, это идеально. То есть мы расчесываем теперь не только волосы, берем гель для бровей и вычесываем брови с утра. Зачесываем их движением наверх и вбок. Делаем максимально широкую бровь, это максимально модно. Подчеркивать или не подчеркивать, выбор каждого. В любом случае натуральная бровь в моде. Если вы ее не будете акцентировать, но она будет хорошо расчесана, она уже будет модной. Если вы любите бровь поярче, сначала ее надо прокрасить, потом ее надо расчесать. И еще один тренд, который тоже очень удобный. Кто не успел брови покрасить, он будет в моде, потому что дренд на отсутствие брови сейчас тоже в моде. То есть девушки могут быть спокойны, да? Да, такой а-ля унисекс, когда непонятно, мальчик или девочка, акцент на глаза и нет брови, он тоже на самом деле присутствует. То есть он, понятно, что не всем нравится. И не все обладают густыми бровями. Да, абсолютно верно. То есть поэтому делаем акцент на глаза, либо на губы, просто расчесывая бровь. То есть вот таким образом. Все легко и просто. Да, все легко и просто. Что у нас со стрелочками? Да, стрелочки-то у нас знатные. Да, и цветные, и активные, и элегантные. Вот. Соответственно, стрелочки у нас дольче кабана транслируют. Мы видим всегда на шикарных итальянских женщинах и тоненькие элегантные стрелочки, достаточно активно широкие. Цветные стрелочки. Активные стрелочки. И еще всякие разные формы, они сейчас также в тренде? Да. Разные формы стрелочек, когда загибают наверх в разницу? Нет, сейчас у нас она активная, она большая до виска, либо небольшая, элегантная, но она не расслаивается. Единственное, геометрический рисунок может присутствовать какой-то. Ну вот как мы делали двойные, либо уходящие верхние и нижние. Единственное, что мы можем еще в вариации на тему стрелок соединить верхние и нижние века, для того, чтобы она была еще более активнее и более широкая. Вот так вот обстоят дела со стрелками. А вот раньше у нас постоянно контуринг, контуринг, модно это очень все было. Как сейчас с этим? Вот смотрите, про контуринг, тема такой вот прям, чтобы она была модная, никто никогда ее не выделял. То есть она была, мы ее любили. Вот сейчас об этом не говорят, но говорят о том, что модный румяна. То есть румяна, да. Контуринг кому нужен, делаем, кому не нужен, не делаем. Делаем неактивно, а румяна делаем активно. А тени, например, какие больше предпочтения матовые, с сиянием, тоже все сияющее? Сейчас металлические тени, они на пике мода, но согласитесь, что мы же не можем в одежде одеть все тренды сразу на себя. Мы одеваем базу и делаем какое-то направление. Тут то же самое, мы одеваем такой спокойный макияж и берем один акцент. Если мы взяли металлические тени, конечно же, у нас уже не будет активных, например, стрелок. То есть если вам удобно пальчиком взять какое-нибудь красивенькое сияние таких вот цветов, можно выбрать теплый либо холодный, пальчиком набить на подвижную часть, либо выделить уголочек. Также можно это сделать сияющим карандашиком. Сегодня себе тоже выделяла уголочек. Это уже будет модно. Потому что на стрелочке мы потратим 10 минут, а на сияющих теней потратим меньше времени. Также цветные макияжи в тренде, в стиле драгоценных металлов. То есть туда могут вся цветограмма, которая вяжет на вас сегодня, чуть бордового, чуть зеленого. Но это уже такой будет нарядный макияж, нужно уже с ним куда-то выйти в свет. Я вышла в свет на передачу, старалась, как могла. В принципе, все тренды мы захватили. Самое главное, девушки должны понимать, что мы одеваем какой-то один тренд, не сразу все. Спасибо большое, Кристина. А какие у нас сейчас модные цвета в одежде? Расскажу. Выписала все, чтобы ничего не забыть. Расскажу. Здесь будет 10 трендовых и 4 классических цвета. Первое. Это янтарное свечение. Ну, грубо говоря, оранжевое такое. Вообще все осенние оттенки, осенне-зимние, они такие приглушенные, припыленные. Там много серого пигмента. То есть если мы сравним с весной, с летом, там все чистое. Весной это такое пастельное, там где белого много. То осень-зима это такое припыленное все. То есть янтарное свечение это такое припыленное оранжевое. Следующий, например, самбо. Это алый, припыленный алый. Песчаник. Ну, это бежевый. Классический синий. Вот я говорила о нем и весной. Он так и остался с нами. Классический синий. Очень красивый, благородный оттенок. Зеленый камуфляж. Ну, это такой ближе к лимонному. Розовый загар. Это пудрово-розовый, где много серого пигмента. Зеленый ультрамарин. Это изумрудный. Обожженный кирпич. Ну, все понимают, да, как выглядит. Персиковая нуга. Тоже можно представить вкусное такое название. Пурпурный. Ну, такой ягодный. Он насыщенный, ягодный. И это вот были 10 трендовых. А 4 классических. Это масло миндаля. Он такой желто-молочный. Вот, наверное, как на мне сейчас жилетка такой. Синие глубины. Очень красивое название. Ну, представьте, вот море такое, которое в шторм. Такое насыщенное, синее. Дождь со снегом. Да, ну, просто серый. Дождь со снегом. Он такой серый. И военные оливковые. Это хаки. Спасибо. А с макияжем? Какие у нас цвета сейчас? Да, смотрите. Как мы повторим немножко, да? Металлические. Они дают нам сияние. Соответственно, оттенки мы можем выбирать под себя. Кому-то только золотой. Кому-то более лимонно-золотой. Кому-то такая старая бронза такая. Кому-то можно даже металлический зеленый, либо синий использовать. Но в любом случае это сияние. Драгоценные камни мы используем, соответственно, цвет малахита, цвет рубина, цвет янтаря. То есть все камни, которые мы можем сопоставить, все мы можем использовать. Использование данных цветов, оно в комбинации 2-3. То есть если раньше у нас макияжи были такие сложные, многоцветные, здесь уже мы уменьшаем до 2-3 тонов. Например, уголочек основной какой-то тон. Также можно украсить смойки каким-то пигментом, тоже используя уголочек или нижний век, чуть-чуть почерпнуть оттенком. Если мы используем, например, противоположный цвет у глаз, именно подводим нижний век, то цвет глаз будет ярче. По цветовому кругу можно, я знаю, что стилисты все это знают, но девочки, вы можете, соответственно, скачать цветовой круг и посмотреть. Да, конечно. Все в доступе. Там даже схемы рабочие все есть в доступе, очень удобно. Поэтому цветные карандашики можно запасать, ими же также можно вводить стрелки, либо подчеркивать нижний век. По цветам остальные все идут максимально нейтрально, потому что тут много цветов. И еще выделенный тренд – это неоновые оттенки. То есть они как зашли в начале года, и в макияже они остались. То есть неоновым оттенком мы можем выделить уголочек. Даже на холодное время они у нас задержались. Да, то есть уголочек, например, ярким лимонным, например, либо ярким салатом, либо яркий розовый акцент. Но его нужно использовать в маленьком количестве. Спасибо. Кристина, давайте-ка немного про антитренды. Любите вы эту тему, да, Алла? Компрометирующий. Что не носит нам этой осенью? Многие обидятся, вот, и чего мне в одном делать? На самом деле такое словосочетание антитренды, ну, слово такое, да, оно немножко обидное. Давайте скажем так, что я сейчас расскажу о вещах, которые морально устарели. И если есть возможность, мы можем их спасти, я расскажу как. Если уже нельзя спасти, то лучше, конечно, избавиться от такой вещи. Вот. Первое, о чем мне хочется поговорить, это пальто. Просто я же постоянно разбираю гардеробы своих клиенток и задаюсь вопросом, о чем думали дизайнеры, ну, часто очень, когда вот шили это изделие. То есть бывает такое, что там настолько сочетание несочетаемого, и это не эклектика стильная, это просто какой-то стилистический дизайнерский провал. Бывают какие-то сложные по структуре воротники, какие-то фетровые цветы, какие-то декоративные молнии по диагонали, либо здесь какие-то металлические акцентные, капюшоны, какие-то люверсы, стразы, что только не увижу я вот на разборах иной раз. И, как правило, они какой-то недостаточной длины, как правило, они очень прилегающие, под которые вот все, что я показала, современное такое, да, свободное, просто не подденешь, оно туда не влезает. Вот. Это говорит о том, что вещь морально устарела, и, конечно, от нее вот от такой вещи лучше просто избавиться. Есть вообще три кроя таких базовых пальто, которые просто десятилетиями идут с нами, и никуда они не уйдут, и можно смело инвестировать свои деньги вот в это вот хорошее пальто. Это крой пальто-халат, это пальто прямого кроя, оно может быть однобортным, может быть двубортным, как вот мужское такое, да, прямое. Мы можем сделать акцент на талии в виде пояса, либо ремня, если это хочется. Можем носить, например, с тем же худи и джоггерами просто на распашку прямо, да, с кроссовками. Вот. То есть оно такое вариативное, оно легко комбинируется. Вообще вот базовые вещи, чем хороши, они как детали-конструктор между собой все комбинируются. И можно вот дозированно, как Надежда сказала, добавлять какие-то трендовые вещи, обувь, аксессуары. Ну, там хочется вам в лузочку прикупить тренды вот с этим воротничком, ну, пожалуйста. Вот. А все остальное проще, когда оно базовое и комбинируется. Вот. Длина пальто современного, она должна быть ниже колена и ниже. То есть вот, если девушка высокая, то ей классно и до щекотки. То есть если девушка петит, как я малышка, ну, лучше вот где заканчивается у нас коленочка, там самое узкое место ноги, вот лучше, чтобы верхняя одежда заканчивалась на этом месте. Там трендж, пальто, шуба, вот. Что еще про объем сказала, про длину? А, лацканы. Очень важная деталь – это лацканы. Я уже сказала про то, что какие только сложно сочиненные воротники не встречаются у этих пальто. Они должны быть английскими, вот как пиджак всем нам привычный, да, вот на Надежды. Английский острый лацкан – это идеальный вариант. И все вот три кроя, о которых я сказала, они должны быть вот с таким вот воротником. Тогда он будет супер универсальный и презентабельный, вы будете выглядеть стильно и современно. Так, следующее. Ну вот, например, про трикотажное платье я уже начала говорить, да, про то, что раньше мы носили такие плотно прилегающие, чтобы видно было все нюансы. По силуэту. Например, надеть что-то более свободное, что вам приятнее – джемпер, свитер, кардиган, что угодно. И тогда это платье будет выглядеть как юбка, просто трикотажная юбка. То есть мы компенсируем объемы. Здесь прилегание, здесь воздух. Вот, следующий. Притальные жакетики тоже уже начали про это с вами говорить. Вот не спасти его ничем уж. Что бы ты ни надела, супертрендовая вот этот притальный жакетик, он будет смотреться так, как будто ты взяла у ребенка, у дочки своей и надела на себя. И последний, ну ладно, антитренд, о котором мы говорим, вещь, которая морально устарела – это объемная мягкая сумка с обилием декора. То есть там могут быть какие-то кожаные ремешки, молнии, стразики, принт, какая-то набивка. Множество деталей. Да, и вот она такая большая, бесформенная, и при носке, в процессе носки она становится еще более мягкой, вялой и выглядит, ну, непрезентабельной. Что у нас с антитрендом в макияже? Ну, давайте вспомним буквально год-два назад, когда мы всегда наносили четкий контур матовой помады. Так как я говорила, что в трендах блестящие губы, конечно же, матовые помады, если они у нас есть, то мы будем ими пользоваться по-другому, не как раньше. Мы будем либо использовать какую-то мягкую кисточку для того, чтобы не нанести контур, сделать это максимально естественно, только придав легкий цвет, но не нанося плотным слоем и с четким контуром. Вот, либо можно ее увлажнить, и она тоже уже будет модно. Это первый тренд. Второй, соответственно, если у нас смойки неаккуратны, соответственно, очень аккуратные смойки, мы должны как-то сделать чуть более натуральные. Вот это второй тренд. Третий тренд у нас про контуринг. Мы не выделяем его как отдельно, но все-таки мы делаем немножко полегче. Если контуринг вы любите, ну, блин, я за контуринг, девчонки, ну, честно. Я тоже. Дело в том, что в небольшом количестве он нам делает хорошую работу, потому что он делает нас более свежими, потому что оттенок загара на лице. Все знают, что съездив в отпуск, мы выглядим намного лучше, чем если мы туда не ездили. Поэтому легкий оттенок загара на лице классно, просто не надо борщить. Нужно сделать более легко. Вот. Это у нас третий тренд. Моноцвет – это у нас четвертый, соответственно, антитренд, потому что мы используем несколько оттенков. Вот. Матовая кожа – это у нас пятый антитренд. В принципе, это самое вот, что бы я выделила, то, что точно нет. Например, Кристина, если нужно взять с собой всего лишь три вещи, ну, вот никак нельзя все остальное, что это будет? Куда взять? Ну, неважно. Вот оставить на осень три вещи. А, оставить на осень три вещи. Пальто, о котором я рассказала, базовое, классическое пальто. Ботильоны на каблучке, на устойчивом, может быть, на шнуровочке в викторианском стиле. И трикотажное платье, современное тоже, о котором я рассказывала. Это женственно, тепло, комфортно и стильно. Надежда, а вы? Первое – корректор. Это делает нас сразу же выспавшимися свежими. Хайлайтер, потому что это дает свечение кожи, она сразу здоровая, сияющая. И тут вот можно выбрать либо блеск для губ, у кого бровь своя пушистая, хорошая, либо гель для бровей, у кого нужно бровь расчесать и сделать ее еще более пушистой. В моем случае я люблю гель для бровей. Спасибо. Что вы пожелаете нашим зрителям, Кристина? Ой, девочки, самое главное, что я хочу вам пожелать, чтобы вы любили себя. Прислушивайтесь, что вам хочется, будь то мороженка или новое платье. И обязательно себя балуйте. Спасибо, Надежда. Будьте красивыми, будьте счастливыми. Для этого нужно 10 минут утром, для того, чтобы понравиться себе. Ну, сделайте себе какую-нибудь приятность. Улыбните себе в зеркало. Сделайте себе легкий макияж. Будьте уверенными и счастливыми в течение дня. Ой, спасибо. Будьте красивыми, модными и счастливыми. А мы с вами увидимся в следующей передаче о мелочах жизни. Пока-пока, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова